Сейчас мы с вами закончим параграф, начатый в прошлый раз, говорить о первом принятии пола, который, можно сказать, что влияние поля исчезает. Мы рассматривали уже надвигающие конкретности применительно к ситуации магнита, находящегося во внешнем магнитном поле напряженности. Ну и вот это у вас уже не написано. Мы написали выражение для технического кондиционного вещества, которое добавили взаимодействие с полем в вещества, и так сказать, это то есть Емана 100. И после этого написали уравнение для магничности, которое получается из того требования, что магничность должна быть такой, чтобы потенциал имел минимум. ну и вот, значит, уравнение, вот таким образом, в этой футбе минус H равняется нулёю. Так, наверное, оно написано было. И после этого мы, ну, надо сказать, конечно, что альфа-леты здесь — это увеличение, которое от магничности не зависит, не определяется только температурой или давлением. Ну и вот мы, значит, обсудили что-то вот, получается, как выглядит себя магничность в зависимости от поля. Ну и вот пришли к такому выводу, что если мы в данном случае считаем, что поле может быть, ну и отрицательным, в смысле, в проекте, да, некоторое направление, то качественно, разумеется, мы можем, да, в зависимости от поля рисовать вот таким вот образом, в случае, когда температура меньше, чем некоторая температура критическая, которая определяется тренированием альфа-равно-луба. И вот иной случай, качественно иной, это когда температура меньше вот этой самой фактической. Ну и тут картинка у нас была такая, вот она у нас тоже нарисована, вот в этом смысле ее можно не воспроизводить. Значит, магничность в поле, то есть у нас возникает вот такая вот ситуация, когда при значении поля меньше, чем альфа-рапевтическая, которая выражается через альфа и бета, возможно такая ситуация, когда у нас есть три решения, три значения магничности, которые отвечают вот по этому некоторому полю. Конечно же, на самом деле, все три наблюдаться не могут, и под подозрением, разумеется, оказываются вот эти вот участки прямой, где магничность оказывается направленной против поля. Значит, поле, можно так сказать, уже отрицательное, а магничность по-прежнему положительное. То есть они смотрят в разные стороны, ну и, разумеется, это, так сказать, подозрительно. Может и такое решение иметь практическую какую-то реализацию. Ну и вот для того, чтобы… В принципе, я уже говорил, что, значит, вообще говоря, вот эти вот кусочки кривой, да, где все-таки производная даем ПДА положительно. И вот этот вот кусочек, они в каком-то смысле слова имеют право на существование как состояние метастабии. А вот здесь вот этот кусок будет совершенно, так сказать, не наблюдаем в том смысле, что этим вот состоянием, ну, которое вот здесь были представлены над этими точками, им отвечает максимум потенциала ИПСа, ну, то есть малярного потенциала ИПСа вещества. И в этом смысле они неустойчивы. Абсолютно неустойчивы, потому что им действительно отвечает максимум потенциала. Вот все это было в прошлый раз написано или нарисованы были эти картинки. Я сейчас только хотел бы, значит, сказать, что, вот сейчас мы пойдем дальше и усилием, так сказать, аргументацию. Ну, это вот естественно думать, да, что вот это вот совершенно неустойчиво, а это может быть рассматриваемо, а как вот эти состояния, они могут быть рассматриваны как метастабильнее. Вот для того, чтобы, ну, эту естественную мысль подкопить, вот давайте мы сейчас, значит, делаем следующее. Вот давайте мы наше уравнение продифференцируем по полю. Уравнение для новогнеченности, ну, решение которого здесь вот в двух вариантах, значит, представлено. И, ну, на общем, так вот здесь мы можем сказать уровни, вот тут само уравнение продифференцируем по новогнечности. Ну, и очевидно, значит, у нас вот эта единица, которая получается, в принципе, это не только один, но и один, но и один, и один, и один, и один, и один, и один, и один. Значит, вот здесь у нас дмпдх мы можем вынести за скобку, и как вот это мы можем это дмпдх написать как единица, деленная на изотермическая восприимчивость. Ой, нет, почему, просто восприимчивость не обратную, а просто восприимчивость. Дмпдх, конечно. Вот дмпдх уносим за скобку, это по определению изотермической восприимчивости. Значит, скобки остаются А плюс 3 В, это М ватарате, и вот это вот равняется единице. Но вот то, что получилось здесь скобки, это вторая производная потенциала химического по новогнечности. Значит, потому что наше уравнение, ну, я не буду, может быть, сейчас это выписывать, вы видите там, где-то в прошлой записи, как выглядит химический потенциал, и действительно, вот то, что тут у нас стоит, это вторая производная химического потенциала по новогнечности. То есть уравнение может быть переписано вот таким образом, что там стоит химический потенциал, и вот это равняется единице. Это равняется единице. Значит, вот у нас в результате получается вот такая формула для этой второй производной. Значит, она, естественно, равняется единице. Вот отсюда. Ну, значит, отсюда и ясно, что вот если мы имеем дело вот с этим вот под участком кривой, да, который я вот сейчас, ну, там, давайте его, я как-то по-другому эти буквы, наверное, выбирал, ну, пусть это будет вот там а и ах3, вот сейчас. Хотя буквы какие-то, наверное, были по-другому у нас поставлены. Но чтобы сейчас об этом сказать, я хочу вот вот здесь, значит, вот на этом участке очевидным образом, дмпдх отрицательный. То есть это то, что стоит вот тут вот у нас мю, значит, здесь это мю по дмпдх дважды, а здесь это хи, и хи это дмпдх. Вот очевидным образом дмпдх здесь отрицательно на этом участке. Ну, а не на этой форму следует, что вот на этом участке а а даже, я его назвал сейчас, а А, А, Хи, ну, на нем, значит, отрицательно, что это производная, вторая химическую потенциалов в температуре, что говорит о том, что этим состоянием, ну, ведь они изображают состояние, когда первая производная химического потенциала дома, на магничности рано 0, то есть, что уравнением и получаем он от отсюда, из этого требования. первая производная мы искали с минимум первая производная должна быть положительно здесь у нас в этом случае вот на этом участке она отрицательна то есть этим состоянием отвечает не минимум это тоже экстремум на этом максимум и поэтому эти состояния разумеется термодинамические неустойчивы ну и к ним мы должны относиться как ну чему-то не реализуем а вот про эти участки соответственно записи что-то осталось так вот здесь значит эти это производная это производная на этих участках это производная положительно и поэтому речь идет о минимуме состоянии могут рассматриваться так метаскабельные как метаскабельные и выражается это даже не как признак перехода феерного роста когда существует состояние значит такую практическую картинку поведение на магнечности можем изобразить вот таким образом да может быть я сейчас еще вот что хотел бы чтобы ну как-то эту аргументацию еще раз нам немножко по-кругому выразить и почувствовать вот мы рисовали такие у нас были две картины рисованы для появления технического концепта зависит от логичности значит у нас получилось так я сейчас нарисую картинки когда поле равно нулю значит у нас были два таких варианта разумеется качественно вблизи нуля вот это поведение отличает ситуации когда температура больше чем критическая и был второй вариант когда значит это разумеется параллельная ситуация у нас есть минимум которому отвечает на магнечность из минус это вот наш результат был и полезно конечно еще вот о чем сказать у нас получался чему он правильно это естественно просто надо это значение аналогичности подставить в нашу формулу для потенциала чтобы получить чему равен минимум вот он не что меня написать да вот этот счет мы ведем от миллиона любое это значение значит химический потенциал в симметричной фазе вот ну и тут разумеется то же самое и копейка в принципе симметрично если я тут места мне не хватает но в принципе она вот такая вот симметричная значит я специально хотел бы показать значение которое легко находится значение которое отличает вот этому минимуму несимметричному минус альфа квадрате на 4 бета вот значит у нас ситуация такая когда поле нет это мы вот обсуждали рисовали раньше в отличие от отсутствия поля вот картинка вот такая я это рисую для того чтобы сейчас ну как-то качественно значит показать как поле влияет на потенциал и почему у нас так вот получается что у нас есть значит состояние совершенно неустойчивое и есть состояние метастабильное ну и вот еще что значит сию минуту может быть это не имеет прямого отношения к тому о чему ты тричь но вот посмотрите пожалуйста значит на этот минимум вот его глубина вот она чем определяется и поскольку мы знаем что точка перехода значит в это это положительная какая-то не нену нену какой-то положительный конечно а альфа стремится к нулю при стремлении температуры температуры фитической постольку глубина это явно и становится все меньше и меньше то есть это состояние становится ну все более легко и легко разрушаемом тепловым движением и это указание вот в этом мы можем видеть указание на огромную роль фруктуации подкресности перехода потому что значит чем ближе мы к точке перехода ну хотя это совершенно наверное естественно но вот видите ну формула есть которая говорит о том что глубина этой ямки устойчивость этого состояния разумеется может быть легко нарушено тепловым движением потому что она очень глубокая чем ближе мы подходим к температуре перехода тем глубина этой ямки меньше ну сейчас вот к тому что получилось если мы с вами добавим поле значит поле у нас вот в эту картинку которая была нарисована без поля полем мы учитываем ну так и слагаем минус умноженное на h то есть вот к картинке для химического потенциала которая была нарисована раньше мы должны добавить вот это вот слагаемое и ну разумеется значит получается так для h положительного у нас это слагаемое ну будет опускать разумеется значит h положительное если мы м вот для этой части рисунка м положительное мы рассматриваем значит вот это вот произведение оно будет это добавка будет опускать ну те точки которые изображают график в отсутствии магнитного боли а здесь наоборот произойдет некий подъем но это не относится к нулю конечно потому что когда навагниченность точно на нулю будет равна нулю и навагниченность равна нулю через точку график все равно должен пройти ну и вот разумеется совершенно качественно у нас картинка получается вот такая вот такая значит мил значит через ноль это проходит вот здесь повыше а здесь пониже максимум оказывается ну и получается вот такая вот ситуация когда значит у нас при каком-то ненулевом поле оказывается устойчиво в состоянии с какой-то вот под дичьностью ну это вот и есть вот эта вот ситуация когда значит у нас она изображена вот здесь это ситуация да вот это вот что у меня написано на самом деле я это написал для темнейших исцель наоборот было если это написано было сразу так это ситуация конечно такая когда на самом деле температура больше чем температура а вот это это меньше температуры конечно нарисована значит если я сразу так написал то я просто описался на самом деле это значит ситуация когда спонтанной налогичины нет ни в каком случае она только при вот аж неравном нулю возникает а вот здесь вот на этой картинке у нас может быть как мы видим аналогичность не нулевая при нулевом поле ну вот значит это ситуация когда опять Т меньше ТЦе есть поле Т меньше ТЦе есть поле фу Т больше ТЦе а сейчас ситуация когда Т меньше ТЦе вот это тут у нас очевидно изменится вот таким вот образом значит это мы изображаем потенциал но все равно останется на месте а тут значит тут практически ноль но все-таки какой-то подъем произойдет и значит ситуация будет таким образом изображаться ну а здесь значит у нас просто обрабатывается как-то все это более так сказать серьезно и вот возникает вот такая ситуация вот эти вот три экстремума вот они значит естественно вот это вот экстремум который отвечает в абсолютно неустойчивом состоянии на кривой а штрих есть экстремум есть экстремум который является минимумом но он значит разумеется он представляется вот этими кусочками значит нашей кривой и он ну менее глубокий чем основной минимум который значит конечно представляется вот этими вот этими нашими пчаточками то есть вот это вот эти самые метастабильные состояния ну а это основной минимум ну и значит фактически мы можем говорить о том что у нас реально в графике которые изображают зависимость от поля то есть они вот такие вот у нас есть тревая и вот такая вот это вот эти точки В и В штрих ну и тут есть до критического поля мы хотим показать проходящие вот такие вот участки которые в принципе могут наблюдаться значит вот это значение нам корень квадратный в принципе минус равен верить на бета ну а это значение это минус корень верить на бета можно сказать так что в нулевом поле у нас существуют две фазы случайным образом возникающая намагниченность ну и в другую сторону равная по величине это когда поле нет это вот значит у нас вот и в нулевом поле существует как вот эти две фазы ну теперь давайте мы сделаем вот что значит а как вот можно написать вот задрать каким-то образом мы можем написать какую-то формулу которая выражает нам отличность зависимой от температуры ну вот здесь в окрестнике нулевого поля значит мы можем кое-что сделать вот давайте сейчас проделаем поскольку нам бы хотелось сейчас перед книг ну какому-то обсуждению технических показателей вот в этих значит ситуациях и я значит напоминаю вот я только что написал сейчас еще раз наше наше уравнение которое определяет нам отличность мы можем из самого уравнения извлечь значит вот какую 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 как сказать вывод вот если у нас речь идет о ситуации когда температура меньше чем температура больше чем температура и тогда разумеется в этом маленьком поле налогичность очень маленькая будет и мы можем в таком случае пренебреть слагаемом с м в кубе и тогда для налогичности у нас получается ну вот разумеется это уже вот такое решение ну параподобное поведение это относится не к этой картинке давайте я ее нарисую чтобы еще раз значит наш эмотаж вот я рисовал ну вот эту картинку значит она должна быть вот как все прокомментировано нами значит из вот этого из уравнения ясно что здесь наклон вот этой вот кривой ну если мы считаем что значит намагничность пропорционально поле такое пароподобное поведение ну вот этот коэффициент он как мы видим равняется единице на ну это так может быть можно это видеть а сейчас вернемся вот к этой когда температура меньше чем температура перехода ну и значит мы можем уже из-за того что значит вот в этой ситуации намагниченность уже ну более ну какая-то конечная тем более если боли будет все больше и больше то значит мы можем наоборот поступить мы можем считать что уравнение вот это слагаемое существенно больше чем вот это и тогда у нас получается вот такая такой вот результат что ли для значит намагничество мы можем сказать что она в таком случае определяется как корень кубический корень кубический из поделенного набора корень кубический из поделенного значит это где-то в этой области где мы уже достаточно далеко ушли отсюда где-то вот здесь вот в этой области график может рассматриваться как корень кубический из значит вот ажи в зависимости от ажи подрисуем корень кубический ажи вот если мы хотим найти намагниченность при наличии поле точке перехода конечно никакой значит точке перехода хотим найти нам отличенность в зависимости от того мы можем при критической температуре создавая поле конечно спонтанного намагничивания не будет но если мы будем наблюдая за нашу систему точно терапевтической температуре но зато в поле что тогда будет получать значит у нас там при т равном точке точке равняется нулю альфа то это первое пропадает и у нас получается здесь не поставил конечно поставить тройку кубический значит вот это приближенное выражение для для ситуации когда температура не равна точно температуре перехода а при точке перехода когда альфа у нас получается действительно вот этот результат точек то есть новогниченность оказывается пропорциональной значит есть такой коэффициент и здесь значит аж степени 1 3 вот этим мы определили один критический показатель значит существует такая общая договоренность что для этой ситуации в критической точке в зависимости от боли если мы пишем то мы ищем ее в линии амплитуды хотя это не совсем может быть похоже на то что мы обычно имеем ввиду когда нас интересует степень приближения к температуре перехода здесь мы в точке перехода считается что температура перехода должна вести себя всегда таким образом мы пользуемся таким стандартным обозначением дельта это показатель этой зависимости м зависимости и анонтаж и вот мы видим что в этом случае теория теория перехода дает равное трех получилось что дельта равняется тройки дельта равняется тройки это это корневая зависит сколько вообще относится скорее к большому значению этого личности вот это вот вот в этой части а здесь 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 мы можем использовать вот течение точнее нас очевидно так что можно назвать по sam sam на магничности. Вот это вот значение – это стандартная магничности, магничности ансуслив поля. Поэтому мы можем его написать вот таким образом. И этому прибавляется, ну вот, рост, связанный с наличием поля. Значит, ну вот, производная ДЛВДА при А равном нулю – это то, что называется начальником выстремчивости в агипте. Поэтому мы можем вот эту производную записать как х нулевое, х с нуликом, то есть начальное магнитное воспринчивость. ДМ под А при А равном нулю. ДМ под А при А равном нулю. Ну и, значит, естественно, это надо умножить на h. Вот для магничности, вот для этого кусочка вот этой кривой мы можем воспользоваться вот таким выражением, где х нулевое – это начальное магнитное воспринчивость. Значит, у нас для хи общее такое выражение было, ну вот, только что написано. Это единица деленная на альфа плюс 3 бета, 3 бета плюс 2 бета, 3 бета. Вот мы для хи общее такое выражение писали. Вот в общем случае, значит, хи от Т и П, которые входят вот сюда, ну и М, естественно, является функцией Т и П. Но в общем случае, вот просто дифференцируя наше уравнение, мы вот, значит, получали вот в таком матрии. Значит, если мы хотим нулевую воспринимать, ну, хи с нуликом, если мы хотим записать, то, значит, естественно, мы должны поступить вот таким вот образом. Значит, у нас есть два варианта. Значит, когда мы обсуждаем ситуацию Т в большем ТЦ, то там М равняется нулю. Ну, опять же, это вот к этой линии отношения не имеет, потому что это написано для... не меньше. А вот если я альфа упомянула общего толка, если я ее использую при Т больше ТЦ, то ну как я должен использовать? Там намагничная сторона нулю. Подсутствие поля, конечно. Хи нулевое, поле нет. Значит, поле нету. На магничной поле нету, температура большая, на магничной числе нулевая. И в результате, значит, у нас получается, что вот в этой ситуации хи нулевое, это общая пола, это хи нулевое. Значит, она равняется единице, деленной на альфа. Что мы можем, в общем-то, так написать? Это, поскольку вот у нас уже было, мы обсуждали, как выглядит альфа, значит, мы можем это записать в виде, ну, у нас там А, вот дефицент, логопитный, который зависит только от П. Ну, и тут стоит Т минус ТЦ. Т минус ТЦ. Вот, а если Т меньше ТЦ, то мы сюда, в эту формулу, должны подставить, естественно, то значение для М, которое мы получаем, это, если говорить про М, то это минус альфа, деленное на бета. Потому что М – это корень квадратки, да, и минус альфа, деленное на бета. Значит, здесь квадрат – это минус альфа, деленное на бета. Поэтому здесь у нас в таком случае получится альфа минус 3 альфа. Бета сократится и будет альфа минус 3 альфа, то есть минус 2 альфа. То есть у нас, значит, получается так, что значение, восприимчивость, вот в этом случае, это как раз то, что будет определять на том, что здесь, вот именно на этой картинке. Значит, она может быть записана как минус единица, деленное на 2 альфа. Ну, то есть вот здесь, вот в этой ситуации, значит, мы будем соединиться 2 альфа и tc минус t. Вот, значит, вот в эту формулу мы можем подставить, мы должны подставить хи вот этого. Вот, то, что здесь получается для ситуации, это и меньше 3 альфа. То есть вот это вот поведение, это ограниченности в поле, оно определяется, значит, вот этой формулой. Это корень из минуса альфа делить на бета. Здесь стоит вот этот вот коэффициент хи на любую. Ну и что мы, значит, можем сказать по поводу соотношения, по поводу поведения хи в окрестности 3 альфа. Значит, если мы изображаем хи вот как функцию t, если где-то здесь мы показываем, значит, критическую температуру, то, значит, очевидно, что восприимчивость расходится при тесте мячихся тц. Причем, ну вот опять мы видим то же самое, так сказать, это прям на поведение, которое мы наблюдали, когда обсуждали теорию весь. Значит, то есть вот если мы отступаем направо-налево от температуры перехода на одно и то же расстояние, то слева, ну какое бы мы ни взяли значение, то справа на таком же расстоянии, значит, наша кривая должна проходить через два раза более высокую точку. Ну и эта расходимость такая, значит, вот так качественно это как-то вот так вот выглядит. То есть в этом смысле все в теории Ландава получается точно так же, как в теории Вейса. Да и вообще можно сказать, что ну какого-то серьезного изменения, ну в практических результатах, когда мы вычисляем какие-то критические показатели, так разницы вообще на самом деле никакой и нет. Все эти критические индексы, вот это поведение, только что обсужденное, оно в рамках теории Ландава получается таким же, как и было в теории Вейроса. Ну вот, к поводу, начну к теории Ландава, наверное, ну все, что обычно обсуждается, мы все это как-то затронули, все эти темы, что ли. И давайте сейчас мы перейдем к следующему параграфу, который у нас оказывается десятым, мы говорим базовые переходы, назовем его вот так, взаимосвязь критических показателей. Взаимосвязь критических показателей. Значит, критические показатели оказываются независимы. мы сейчас должны продемонстрировать, что они удовлетворяют неравенство. Эти неравенства обладают термодинамической силой, то есть они не зависят от модели. Вот там, какими бы мы не пользовались какими-то приемами, в наших расчетах вот эти индексы, связанные с отношениями, которые от этих моделей независимы. Есть вот ряд таких неравенств, которые были осознаны, что ли, сообществом физиков относительно поздно. Да и вообще вот это, все это изучение критического поведения, это серьезное изучение критического поведения, это, ну, самое там ранее, это конец 50-х и 60-х годов, 20-х годов. До этого фактически прецизионные измерения никогда экстренитаторы не осуществляли. И, может быть, можно так сказать, что на трех в течение где-то лет 30, если не больше, значит, теория Ландауа, не больше. Конечно, теория Ландауа считалась последним словом. И никто не сомневался о том, что она достаточно хорошо описывает происходящее на самом деле на опыте. Сомнения появились вот где-то, значит, там уже 60-х годов, когда прецизионные измерения индексов критических показали, что они далеко не те, что вот предсказывают за теорией, ну, теории есть и теории Вандау. И вот, ну, стали, так сказать, задумываться над тем, почему это так, и получать какие-то общие соотношения, которые связывают птические показатели. Вот, давайте мы сейчас посмотрим, как получается одно из неравиц, так называемое нерави, что раз в руках, мы сейчас его выявим. Значит, для того, чтобы его получить, мы воспользуемся тем, что мы знаем, что теплоемкости в состоянии термодинамического равновесия должны быть положительными величинами. Ну, и вот, фактически мы оттолкнемся от такого вот требования устойчивости состояния термодинамического равновесия. Значит, давайте будем говорить, ну, для лящей, так сказать, опять же, конкретности на языке магнетика. И у нас в качестве параметра порядка выступает намагниченность. Значит, то, что я сейчас написал, это теплоемкость при постоянной намагниченности. Теплоемкость при постоянной намагниченности. Ну, значит, мы можем для намагниченности любой самого процесса равновесного. Конечно, мы можем написать, что это Т умноженное на С по ДТ. Это формула, ну, настолько же практически общая, насколько мы, значит, в определении для теплоемкости пишем, дельта ку деленное на ДТ, ну, и вот, фактически это то же самое, еще для равновесного процесса на крест. Ну, и вот, если речь идет о ЦМ, то, значит, просто мы должны в основном личность, ой, про генетропию дифференцировать, вот, понимая это так. Ну, и давайте воспользуемся вот чем. Значит, представим сейчас эту производную таким образом. Давайте мы сейчас будем здесь энтропию рассматривать как функцию температуры и H, напряженности, которую, в твою очередь, решим, так сказать, самостоятельность и будем рассматривать как величину, величину, которая зависит от H, от T или M через H. Вот, ну, почему нет, никто, так сказать, мешает провести вот такое вот рассуждение. Так это может быть лишняя стопка, да, или нет. Значит, при постоянном T, при постоянном M, конечно, мы, как говорим, значит, это вот вычисление, ну, и просто как сложную функцию продифференцировать. И тогда, значит, у нас здесь возникает производная T, S, T, T и постоянном H, что представляет собой, фактически, конечно, C, H. Тут еще одно слагаемое. Значит, мы дифференцируем вот таким образом. Значит, это T, S, O, T, H мы должны написать, и постоянным, и постоянным D. Ну, и, наконец, значит, мы должны написать производную D, 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 S по D, H, и теперь D, H, D, H по V, D, H, и постоянным H. Вот таким очевидным образом мы можем представить нашу теплоемкость, и мы ее выражаем через CH, потому что это первое слагаемое, это, например, CH. Что касается вот этой производной DS под H, то для нее мы можем использовать вот такое соотношение, которое получается как одно из ранних максимумов. Я просто сейчас его спешу, и это есть DM под DT. DM под DT приступе с постоянным H. Значит, вместо этой производной мы можем написать производную DM под DT. Ну и, значит, тогда у нас возникает вот такое соотношение. Значит, DM – это CH. Ну и вот DUS. Так, да, значит, вот здесь D я просто потерял. Конечно, его надо написать. Вот это D общее. Значит, надо написать вот здесь. Ну и, значит, у нас в результате получается так. Д, значит, D, 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 M, DT при постоянном H, D, H, O, DT при постоянном H. Значит, вот теперь мы с вами можем проделать вот такую штуку. Давайте мы здесь напишем. Вот здесь напишем квадрат. Но, разумеется, для того, чтобы компенсировать такое вот свое действие, давайте здесь напишем обратную производную DT при постоянном H. В общем, мы ничего не испортили. Но, значит, в таком случае у нас есть возможность еще больше сделать. Значит, вот давайте здесь еще такой напишем, множитель D, M, O, D, H при постоянном H. Вот для того, чтобы у нас вот здесь вот возникла такая, значит, минус единица. Вот эти вот три множителя, значит, они дадут нам, как мы знаем, в произведении минус единицу. Это минус единица. Ну, разумеется, если я так здесь помножим, то для компенсации, конечно, я просто написать D, H, D, M при постоянном T. D, H, D, M при постоянном T. Значит, это здесь величина, обратная восприимчивость, изотермическая восприимчивость. То есть вот эта вот производная, D, H по D, значит, это знаменатель может быть отправлено как D, M по D, H, Восприимчивость. И, значит, таким образом у нас получается вот такое вот соотношение. C, M, C, M, R, H, и тут плюс D, умноженное на D, M по D, D, M по D в квадрате, а делиться это относительно. Вот, значит, получается вот такое вот соотношение. Да, но не плюс, а минус. Из-за того, что вот здесь была минус единица, значит, не плюс, а минус, конечно. Вот так вот надо это написать. Ну и, наконец, значит, получается, что C, H, если мы, значит, написали после этого требование C, M больше 0, вот тогда у нас получается вот такое соотношение. Значит, C, H должно быть больше T, умноженное на D, M, по D, T по квадрате, определенное на T, T. Вот возникает такое соотношение, которое, ну, свободно от всякого, так сказать, моделирования. Это просто какие-то соотношения, накекающие из того, как мы понимаем эти символы, эти буквы. Что за ними стоит? В общем, тут ничего нет, ну, кроме, разумеется, каких-то положений, основных положений термодинамики. И, значит, все это мы сделали для того, чтобы сейчас воспользоваться вот этим соотношением вот так. Значит, мы его, ну, нарочно, так сказать, оно написано нарочно таким образом, что, понимаете, у нас как раз есть эти причины, которые мы, про которые мы знаем, что их поведение в окрестности перехода фазового – это как раз поведение, характеризуемое вот этими самыми, определяемое критическими индексами. Мы говорили, что, вот скажем, на теплоемкости, там у нас, помните, был индекс альфа выбран, ну, чуть ниже перехода альфа со штифом, выше, без штифа. Значит, длинномагнеченности у нас, но она определена только ниже, под пустой коля, конечно, речь это спонтанно немножечко, значит, она характеризуется показателем β, для восприимчивости есть показатель γ. Вот это как раз все те величины, которые мы можем представить каждую в виде амплитуды, это было умноженное на температуру относительно, сосчитанную относительно точки перехода. Ну, давайте вот введем букву C, как это обычно делается. Значит, это T минус C от волнения от точки перехода через единицах температуру перехода. Вот если мы введем, значит, эту букву, то тогда мы для всех этих величин, всех, которые вот здесь вот в этом нерависти присутствуют, мы для них можем ввести вот… По сути дела, мы это делали, но давайте вот еще раз, если так будет удобнее. Значит, у нас введены вот такие обозначения… Вот так мы можем представить, мы уже договаривались об этом, выберем, что это дело. И для распределительности… Вот, значит, этот выбор был уже сделан. Ну и сейчас, значит, мы можем с вами просто сюда, вот в это неравиство, значит, подставить вот эти зависимости. Ну, предварительно, можно сказать, продифференцировал. Ну, давайте я, значит, не буду мучиться, а просто, значит, мы сейчас говорим о ситуации при t меньше tc. t меньше tc. Ну, поэтому здесь модуль появляется. Вот t, если мы так определили, то здесь tc минус t, ну, или t, вот это вот t – определенная по модуру. Значит, ну, я с вашего разрешения мучиться не буду, хотя тут, значит… Ну, просто надо степень проникновения. Я просто напишу, что из этого получается, вот когда мы подставляем, вычисляем эту производную, разводим ее в квадрат, вот все туда подставляем, значит, у нас получается так. Неравиство переписывается так. на штрих, гамма штрих tc, b в квадрате, b в квадрате, должно быть больше, чем t по модулю в степени тк, в квадрате, b в квадрате, b и в квадрате, b в квадрате, минус 2, вот если мы, вот видите, используем, значит, такие вот зависимости, сюда какое-то неравенство подставляет, то его можно переписать вот таким вот образом. Можно переписать вот таким вот образом. Это все дробь. Вот так. Значит, оно переписано так, чтобы слева были какие-то только лишь постоянные. Причины, которые от t никак не зависят. А справа, значит, t стоит вот в этой вот степени. В этой вот степени. Значит, на этот t в степени, которая стоит справа, накладывается вот такое вот ограничение. Не очень важно для нас, какое именно здесь число, но это число, это то, что не зависит от t. И это неравенство может, следовательно, выполняться только в том случае, когда показатель степени положительный. Ну, потому что, если он будет отрицательный, то у нас t при t, стремящемся к нулю, мы будем уметь здесь справа сколько угодно большое число. И неравенство выполнено не будет. То есть, на критические показатели возникает вот такое вот условие, такое вот требование. значит, значит, α3 плюс 2b плюс 2b плюс 2b плюс 3b должно быть больше, ну, в крайнем случае, равно 2. Вот. Значит, это и есть одно из таких знаменитых неравенств, которые вычиняются к критическим показателям. это вот неравенство разрука. Не помню, где я какую-то книжку прохладную переходную, я че, как это, значит, оно впервые появилось. Это в 60-е годы, на какой-то конференции экспериментатор докладывал свою работу, и вот он, значит, сообщал, что он намерил тамать, вот эта гамма, и, ну, привел какие-то конкретные его данные. И разум из аудитории задал вопрос, почему они не дают, ну, там, в соответствии, комбинации, двойку, пейшену, дотянуло. Значит, экспериментатор спросил его, с какой стапель, почему они обязательно должны быть и просто раз, как вышел в доске, проделал, ну, похоже, вычисления, и с тех пор, это не нравится, стало известно, значит, он просто вот на семинаре, ему бы, вот таким вот образом, ну, и, значит, это говорило о том, что экспериментатора что-то, где-то какие-то неточности возникли, потому что, конечно, вот, значит, считается, что это совершенно такая жесткая вещь, это обязательно должно быть. Если мы с вами сюда поставим то, что дает теория Вейси, теория Ландау, то получается замечательно. для теории Вейси, теория Ландау, альфа, для пекли, это 0, для магничности, это бета, это 1, 2 на 2, это 1, и гамма, 1, то есть, у нас тут 0, 2 на 1, 2, 1, и плюс еще 1, это точно 2. Это точно 2. в этих теориях получалось такое точное, красивое равенство, естественно, возникало у теоретиков мысли, нельзя ли как-нибудь доказать, что неравенство должно быть на самом деле заменено равенство. Ну, и вот возникла такая, ну, теория, так называемая, скейлинга или подобия, которая, ну, за счет, конечно, некоторых гипотез. Это не на уровне начал термодинамики, это какие-то дополнительные гипотезы, но в рамках скейлинга можно показать, что неравенство, их не одно похожее неравенство, значит, еще там знаменитые всякие есть, я может быть сейчас напишу, они, вот, скейлингом, они превращаются в Брайбс, причем, значит, у нас, вот видите, там, показатели, так, гамма и гамма штрих, альфа и альфа штрих, ну, это только без штриха, вот, скейлинг говорит о том, что можно не обращать внимания, но если скейлинг верен, то можно не обращать внимания на эти штрихи, то есть, значит, показатели до высшей и ниже температуры перехода, на самом деле, вот, у нас получалось альфа и альфа штрих это 0 в рамках теории гамма и гамма штрих это единица и там и там но общего такого вывода в общем-то ниоткуда так получается не следует что так должно быть всегда если мы принимаем скейлинг то значит получается что там будут всегда ну может быть давайте немножко прервёмся и я хотел рассказать до единственной степени на вот эту идею можно смотреть ну как на дальнейшее развитие сделанного когда то есть просто некоторым определенным образом уравнение которое связывает какой-то параметр порядка в общем случае какой-то параметр порядок с температурой давление там может и разумеется присутствовать отношениях вот это уравнение которое мы только что обсуждали вот сейчас написав его как уравнение для нового личности в присутствии некоторого поля вот это вот уравнение состояния по сути дела значит магнетика ну или более в общем смысле какого-то вещества какая-то какой-то параметр порядка характеризующий какой-то вещество вот это вот уравнение она некоторым образом обобщается вот так же как андер вальс как весь они брали уравнение состояния идеальной системы и его обобщали записывали в такой более общей форме из которой всегда можно вернуться к этому простому идеального случая но и здесь производится некоторое усложнение о уравнении состояния некоторые обобщение всегда можно вернуться в этом более сложном уравнении от него ну сказать давайте если мы так упростим то мы вернемся к этой нашей старой ситуации которую мы хорошо знаем мы обобщаемся для того чтобы получить или что-то новое получить соотношение которое дает в большей общности ну и вот скейлинг здесь скейлинг или шкала масштабирования какой-то проявляется собственно в том что вот эти функции которые определяют собой уравнения состояние функция которая всегда присутствует каком-то уравнение у нас какая-то функция какого-то требуется какие-то перемены равно нулю это же есть уравнение уравнения состояния всегда можем так записать вот и тут естественно неизбежным образом уравнение состояния записывается таким образом но функции вот этой которая определяется связь в конце концов между параметрами к ней на предъявляются некоторые определенные требования она должна быть ну как начну еще со времен лидера эту функцию называем она должна быть однородной функции своих аргументов и вот это требование и собственно говоря раз она выставлена то она позволяет говорить о том что эти рассуждения можно назвать скейлинг масштабирование ну все таки вот конкретно что мы можем иметь ввиду в связи со всем этим вот у нас наше уравнение вот это альфа м плюс альфа м в куле равно а вот это уравнение мы ну очевидно можем перебисать вот таким вот образом значит если мы с вами видем для альфа такое вот представление которое у нас уже на самом деле обсуждалось значит альфа запишем так альфа цель умноженное на а как бы раззвести только от В и вот буква Т это как раз Т минус ТС вот этот ТС для сокращения того Т которое того ТС которое ходит сюда в ТТ то есть самым простым образом значит это появляется вот значит так мы можем альфа представить через вот это наше Т ну и значит в это мы можем рассматривать и дальше мы будем это делать то как некая В которая тоже это будем рассматривать как величину в которой ну просто вместо П вместо Т будем дальше писать ТС это величина которая в окрестности нуля значит положительная ну естественно альфа всего вот этого определения тут пропорциональная она вот этому отморению она в точке перехода обращается вновь значит вот если мы к этой букве Т переходим если мы ввели А вот таким вот образом вместо А у нас дальше появляется А то уравнение мы можем переписать так вот это наше уравнение мы можем написать В умноженное на М и тут в кубке Т плюс С М в квадрате ну где значит конечно как видно из данных вышеопределений ТС умноженное на А это и есть вот В в этой формуле ну а С представляет собой значит наше вот это бета поделенное на ТС и на А уравнение они не зависят ни от Т ни от М в этом смысле это постоянное величие они просто мы переписали вот это наше уравнение уравнение для новой личности как функции напряженности поля аж и температуры измеряется в единицах температуры перехода и по сути дела представляется оттванение от температуры перехода взятые в единицах температуры перехода ну вот значит давайте сейчас таким придадим уравнению какой-то более общую так сказать форму это разумеется не никак не следует из значит законов термодинамики что оно должно быть такое в этом и будет состоять гипотеза скейлинга в том что мы здесь его общаем просто оправдывает в конце концов как это очень часто физики конечно если мы общение произведем то затем позднее используя уравнение убеждаемся в том что оно не теряет смысл и оказывается полезным прагматизм такой конечно примем нам вооружение так значит вот смотрите мы можем переписать значит наше уравнение вот еще и в таком виде значит давайте здесь напишем так это плюс ц на т степени гамма где бета и гамма это вот эти самые физические показатели если речь идет о теориях лейса и ландау то бета это одна вторая следовательно здесь единицы написано вместо двор равняется единицы ну и тоже так сказать вот если мы берем из теории ландау явится эти вот числа возвращаемся туда к этому уравнению нашему уравнению мы вернемся но конечно же сейчас мы уже не будем относиться к этой гамма фиксированным этим числом одна вторая единица ну наоборот мы будем считать что вот у нас уравнение состояния появились некоторые два это и гамма и вообще на самом деле мы должны показать что они могут рассматриваться как физические показатели что значит намагниченность будет вести себя именно таким образом что теплоемость будет вести воспринчить будет вести себя таким образом что это будут как раз величины имеющие именно этот смысл то что я написал альфа не означает что это критический индекс для теплоемкости это надо показать продемонстрировать значит это конечно обязательно это делать но перспектива такая будем относиться к ним ну как к будущим критическим индексом как раз соответственно для намагниченность и для восприимчивости значит ну ладно не буду на этом задерживаться давайте мы сейчас пойдем дальше давайте мы сейчас пойдем дальше вот у нас отсюда видно что намагниченность является ну справа 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 однородная функция вот этого целостного аргумента в степени гамма ну просто потому что это вот аргумент в степени гамма значит это однородная функция с показателем однородной гамма значит давайте пойдем дальше и потребуем что ли чтобы истинное так сказать общее уравнение выглядело вот таким образом это какая-то функция c m умноженная на какую-то функцию c а t мы от замагниченности в степени делаем гамма причем будем считать что psi это однородная функция степени гамма от ее переменных от t и от m в степени единицы деленное на бета то есть мы что имеем ввиду когда говорим про эту однородность мы имеем ввиду что если мы будем рассматривать psi при значениях аргумента которые в какой-то рябда раз больше ну чем исходное d и m в степени единицы деленное на бета то вот при этих новых увеличенных или там уменьшенных конечно в зависимости от лямбда значениях аргументов значит можно функцию выразить через старые значения но только надо будет ее умножить на лямбда в степени гамма это аналоги при t при m в степени единицы деленное на бета но лямбда в степени гамма вот это определение нижняя строчка она определяет можно к этому относиться как определение однородной функции степени гамма это еще эйлером данное определение вот значит наша собственно гипотеза состоит в том что мы можем пользоваться уравнением состояния вот в таком вот виде где функция пси по-настоящему конкретно она не определена но ей предъявлено требование быть однородным оказывается что даже не надо явного вида пси для того чтобы получить многие полезные выводы заключения такой вот ну замечательный факт значит это и есть гипотеза ну в одной книжке вы прочитаете вайдома другой уидома значит ну на самом деле может быть не очень правильно это с именем одного вайдома связывать в общем где-то это называется так вот гипотеза значит уидома или уидома вот она состоит в том что значит уравнение состояния вот таким значит с этими требованиями на пси пси должна быть вот с такой вот значит однородной функцией ну может быть вот один вариант что ли чтобы как-то почувствовать что что за двухполные идеи здесь используется для того чтобы продемонстрировать удовлетворительность гипотеза вот в каком смысле значит естественный вопрос что такое гамма вы написали какой-то гамма какой-то будет иметь смысл у нас появилась здесь что это такое отсюда следует что гамма является показателем для критическим показателем для восприимчивости это критический показатель для восприимчивости в общем случае и для температуры больше температуры меньше чем температура крит получается вот я ограничусь одним случаем только лишь давайте посмотрим как выглядит это рассуждение которое позволяет сказать что даже не зная что собой представляет все конкретно она не задана на только этого достаточно можно рассматривать критический показатель для восприимчивости как при температуре больше так и меньше критической для того чтобы убедиться в этом давайте мы найдем уравнение которому восприимчивость должна удовлетворять вот теперь когда мы вот эту гипотезу высказали у нас должна восприимчивость уравнение ну и значит давайте мы уравнение продифференцируем по m у нас тогда здесь появится t ничего страшного что мы про восприимчивость собираемся говорить значит обратная величина вот ну и что тогда у нас получается у нас получается первая слагаем дпс от t от m в степени единицы делит на бета ну и плюс второе слагаемое m и здесь подробности пока не вылезем вот так вот это дпс от m в степени единица делит на бета по дм можно конечно дальше дифференцировать но нам этого сейчас не надо начну это соотношение общее давайте мы просто рассмотрим такую частную ситуацию пусть это больше нуля то есть у нас температура выше температуры 3 и поле отсутствует и тогда речь пойдет о начальной восприимчивости ну а если температура больше нуля и нет то ей налогичность равна ну вот тогда это просто самый короткий случай поэтому я про него говорю во что превращается наше уравнение значит очевидно можно так сказать что единица деленная вот слева стоит это обратная значит это равняется пси теперь т и вместо м 0 пишем а если пропадает из-за вот этого умножителя м равно 0 вот у нас остается вот такое уравнение становится вот таким в этом случае так как пси однородная функция своих аргументов то значит мы можем написать что вот это вот пси от цели это лямбов степени минус гамма ну вот поделим да на лямбов степени гамма чтобы здесь было пси вот это которое я сейчас здесь написал значит а справа справа естественно у нас остается пси степени вот здесь лямбов ну а поскольку тут 0 все равно остается 0 вот значит ну и маленький так сказать фокус состоит в том что давайте мы сейчас здесь положим лямбов это какое-то произвольное число значит это функция обладает это этим свойством свойством однородности это какое-то множитель просто любое число давайте его выберем как т-минус первой степени во что тогда превращается вот это вот наше вот это вот наше уравнение значит мы вместо вместо мы получаем константы умножим на т-минус минус потому потому что это все это какая функция не было это просто уже число которое не зависит ни от температуры нет каких-то других характеристик и да вот мы видим на этом примере что мы можем относиться как критическому показателю для для воспринчика чтобы для воспринчика 50 получили амплитуда умноженная на т-минус ну опущу конечно вот наверное нет особого смысла в этом выброшу рассуждение которое позволяет показать что это справедливо и для t меньше чем ну t меньше ну t меньше 0 и в присутствии поля и что мы можем понимать как критический показатель для намагниченности действительно ну это давайте мы будем считать что это может быть сделано как что это может нам принести ну чтобы какой-то пример связи между индексами давайте получим то что называется равенством видом или вай нач начнем то что не то не то Вот один из ходов мысли, который приводит к некоторому соотношению между критическими показателями. Значит, давайте специально обсудим в нашем уравнении состояние мы положим в Т равно 0, то есть будем рассмотреть физическую термину. У нас в результате там появится, помимо гамма и бэха, у нас в нашем уравнении появится фактически возможность для Т, раз идет речь о критической термине, то появляется в Т, и возникнет связь между гамма и бэха. Мы свяжем гамма и бэха. Вот эти показатели мы цепим друг с другом. Ну, значит, если мы положим в нашем уравнении Т равно 0, то оно превращается вот во что. М, умноженное на Пси, Т равно 0, ну и здесь М в степени единицы деленной на бэха. Просто мы положили Т равно 0. Значит, в силу предположенной однородности нашей функции Пси, мы можем вот этот множественный следующее написать так. Это лямбда в степени минус гамма, и тут Пси от 0, ну, зато здесь лямбда, в степени единица деленная на бэха. Просто вот, значит, пользуемся этой самой однородностью. Давайте теперь положим вот здесь лямбда, равная лямбда в степени минус гамма, деленная на бэха. Мы свободны в выборе лямбды. Вот выберем его так. Значит, что тогда получается? Тогда, значит, у нас получается, что, ну, вот это вот Пси, значит, становится Пси от 0 и от единицы. Ну, для этого мы такой выбор и осуществляли. Значит, Пси от 0 и единицы. И поэтому, значит, наше мнение может быть переписано вот таким образом. Значит, М справа. М справа появляется в степени, значит, единица, ну, вот это вот, отсюда. И плюс гамма, деленная на бэха. Ну, потому что вот лямбда, вот такое. Это М степени минус единицы деленная на бэха. А справа, то есть, ну, не справа, дальше не можете, но у нас стоит Пси от 0 и единицы. Значит, что мы получили? Мы получили, что у нас есть D, ну, амплитуда в кавычках, да? И у нас есть М в степени, вот в этой вот степени, которая, значит, очевидно, может рассматриваться как data. И, значит, у нас тогда получается вот такое соотношение между, ну, мы для намагниченности, если мы хотим намагниченность написать, я, может быть, это единица на D, в этом смысле я не точен был, это единица на D. Значит, если мы хотим написать выражение для намагниченности, то мы на это должны поделить и потом извлечь еще из этого корень. Это, ну, ладно, все равно пропорционально. Вот соответствующий корень. Ну, поделить надо будет на H, показатель, ну, единицу, да, и тогда надо будет поделить на вот эту вот штуку, чтобы то, что в знаменателе стало нам представлять дельта. И, глядя на это выражение, мы понимаем, что мы видим, что дельта должно быть равно единице, единица плюс гамма, деленное на β. Вот у нас возникло такое вот равенство, равенство Уидома или Вадима, что, конечно, можно еще переписать так. Значит, отсюда ясно, что гамма равняется β, умноженное на дельта минус 1. Вот пример, значит, соотношение, которое возникает вот таким вот образом. Если мы с вами сейчас возьмем, опять же, для, не говорю, вот Дау, для фактически и для теории Вейса то же самое. Вот посмотрите, у нас, значит, это тройка, да? Значит, здесь двойка стоит. β равняется 1 и 2, значит, справа единица. Но это же как раз показатель для критических показателей его скримчасти, он равенне единице. То есть все точно получается, абсолютно точно. Возникает вот как раз именно такое. Как и должно быть в рамках вот этих более простых теорий, значит, это все сюда укладывается, получается вот такое вот соотношение. Ну, я отпускаю эти многие страницы, которые я, в принципе, хотел бы потом рассказать. Ну, в общем, сейчас я бы уже эти странички просто выброшу, а хотел бы, ну, выброшу для того, чтобы иметь возможность. Я надеюсь, что на меня не очень сердитесь, я еще немножко вас не задержу. Ну, нормально осталось, что следует пару. Ну, и закончим, это себе скорость. Чтобы мы могли освободиться. И сдавать какой-то зачет там готовится. Зачет у нас не качество. В общем-то, не до того, что он сдавается. Но, тем не менее, все-таки. Вот из того, что мы считаем, что наша ПСИ удовлетворяет вот этому, ну, требованию, которое вот в этой вот второй строчке записано. Вот, исходя из этого, мы можем придать нашему уравнению вот такой вот вид. Ну, просто вот используя, значит, это масштабирование, так сказать. Значит, мы можем наше уравнение, используя вот это свойство, переписать вот так. Ну, я просто спешу, хотя это очевидно, но если я начинаю рассуждать, то, наверное, это время выходит слишком много. В общем, очевидная вещь вот такая. Уравнение можно переписать вот таким удобом. То есть, здесь, естественно, стоят с рианда Т, здесь рианда Т, степень единицы, деленная на Б. Вот, ну, прямое следствие, значит, этого требования, вот уравнение может быть переписано вот таким удобом. Вот, давайте в нем, в этом уравнении положим лямда, равна единице на модуль Т. Значит, лямда единица, деленная на модуль Т. Значит, после этого легко видеть, что уравнение можно воспринимать Т. Т. Значит, это А. лямда единица, деленная на бета, модуль Т. Вот, его можно так вот переписать. Значит, если мы сейчас введем букву М малая для вот этого отношения, М малая, поделенное на Т степени бета плюс гамма. то, используя вот эти обозначения, мы можем наше уравнение, ну, вот исходное уравнение, мы его можем записать вот в таком вот виде. Значит, это H равняется M умноженному на функцию С, один раз как плюс, а другой раз как минус единица, в зависимости от того, выше или ниже температуры кюри мы применяем эту формулу. И тут M в степени единица, деленная на бета. Значит, вы понимаете, получается вот такая возможность у нас. Значит, если мы высказали вот эту гипотезу масштабирования, скейнинга, то, значит, у нас получается, что есть у нас такая вот возможность, ну, проверить на опыте, верно ли это, поскольку, если мы будем на магниченности поля брать вот в таком вот как бы масштабе, это масштаб для на магичности, он определяется температурой, ну, отклонением от критических температур. А вот для поля используем вот такой вот масштаб. Но у нас получается, что должна быть, вот поскольку функция-то Пси, значит, одна и та же, и здесь эта переменная, это какой-то, ну, параметр, который равен плюс единице для Т больше, чем температура критическая, и минус единица, если температура меньше, чем температура критическая, то, значит, у нас фактически получается, что для разных изотерм, поскольку температура отсюда исчезла, понимаете, здесь температуры нет уже, то получается так, что для разных изотерм у нас вот в этих приведенных переменных, когда мы для них выбрали вот такой температурный масштаб, получается, что кривая должна быть одной и той же. все изотермы, если мы их перерисовываем, да, если говорить о графике, вот используя эти масштабы, то все эти изотермы должны укладываться на самом деле на одну линию, на одну линию, ну, или точнее две линии, в зависимости от того, как мы выше или ниже температуры крима производим из береги. Вот такой вот факт, если мы приняли эту гипотезу, то так вот должно быть. Ну, и вот, скажем, вот у меня картинка, которая переписана, перерисована из книжки Болеско, а там, значит, ссылка на работу Хо и Ритстера из Физрек Ветерс. Значит, для хром-гром-3, ну, на картинке у меня, конечно, все это нету точек, а там вот усеяно вот этими треугольниками, квадратиками, звездочками, и эти треугольники, квадратики, звездочки, они помечают результаты для разных температур полученных. Ну, реально температура. Вот, температура единицы градуса Кель. Если потом это приведение осуществляется, то, ну, вот, соответственно, с нашим рассуждением действительно должны получиться две линии. Одна для случая больше температуры Кель, другая для случая меньше температура Кель. Вот для вещества хром-гром-3, ну, наверное, это, потому что там особенно хорошо это получается. Ну, вот для хром-гром-3, значит, получается просто замечательно, потому что все эти точки, если вы вот возьмете книжку и на эту работу, вы сможете увидеть, что, значит, действительно они, ну, вот эти разные-разные значки, они усеивают две разные прямые. Значит, это, ну, такое вот экспериментальное, так сказать, доказательство того, что в Кельинге есть какая-то правда. Теперь я бы, может быть, хотел вот что сказать. Значит, как с экспериментом, так все-таки на самом деле, согласуются вот эти, ну, каковы в опыте оказываются эти самые критические показатели, о которых мы говорили. Ну, вот у меня взято из обзора Камилова, из Соросовского журнала вот эти вот значки, их величины для классических двух ферромагнетиков – железо и никит. Вот я сейчас вот выпишу, мы с вами посмотрим, насколько хорошо, значит, получается, насколько хороши теории Ландауа и Ейса в количественном отношении. Они, конечно, имели огромное значение, они дали какое-то понимание картины, но численно, конечно, получается не очень. Значит, вот для железа и для никеля альфа, альфа штрих, бета, гамма и дельта. Это значение, которое, в общем, с большим трудом, это точные, в общем, сложно производимые измерения из-за того, что вот эти законы вступают в силу только весьма и весьма близко к температурам переходов, из-за того, что огромную роль играют фунтуации, и они мешают производить измерения. Вот экспериментарды добывают и говорят вот о том, что 0,12 для альфа, в то время как должен быть 0, по теории Ландауа и Ейса – это 0,12. Значит, здесь 0,12, здесь 0,34 – это вместо 0,5. Значит, у нас одна тряп получалась. Здесь 1,33 и здесь вместо тройки 0,64. Вот для никеля. Здесь все то же самое, что для железа, и здесь очень близко. Ну, и тут может быть, по-моему, так сказать, приемлемо – 1,22 вместо 1,33. Но зато есть 4,2. Вот экспериментальное значение вот такие же. Ну, то есть, действительно, различия существенные. Значит, я хотел бы еще сказать, что, хотя это уже не трансдинамика, сколько говоря, то, конечно же, теоретики, принимая какие-то микроскопические модели, и эти статистические индексы вычисляют, используя основные принципы статистической физики. Ну, у них, значит, тоже, ну, в разных расчетах получается. Причем, конечно же, для реалистичных моделей, ну, вот скажем, хотя трудно назвать, может быть, Гайзингерской модель уж очень реалистической, но, скажем, для примерной модели Гайзингерка задача вычисления критических показателей точно не решена. Я сейчас хочу еще одну табличку дощертить, ну, которая, значит, говорит нам о том, что, очевидно, вот эти критические показатели должны зависеть от размерности системы. Ну, и вот эта мысль была использована позднее Вирсеном в работах, которые, ну, так сказать, обвенчались Нобелевские премии. После чего, вот, как, можете, я ошибаюсь, но, по-моему, такого вот мощного развития после, вот, премии Вирса, но вроде бы не было. По крайней мере, премии Нобелевские, вот, на схемы какие-то, которые развивают то, о чем он сейчас говорит, вроде бы не было. Значит, в одномерной системе у нас, как известно, упорядочение наступает только при нуле. Есть такая общая теорема. Ну, и поэтому, вот, для двух и трех измерений, для, значит, двух моделей, изинга и гайзинга, критические показатели могут быть вычислены. Вот, одним из самых таких, значит, знаменитых является вычисление Ларса Монзаггером критических показателей для двумерного изинга, как он в этом говорит. Значит, надо себе представить бесконечную плоскость, на которой в правильном порядке находятся, ну, какие-то объекты, которые при желании можно рассматривать как спины, которые могут быть ориентированы только вдоль и против какого-то направления. И в зависимости от того, значит, как они эмоционально-правленные или противонаправленные, значит, энергия вот этой взаимодействующей пары либо плюс какой-то, ну, и там, аналог обменного интегратора, либо минус. И вот, когда, значит, вы записываете энергию вот этих взаимодействующих друг с другом точек, то вы и получаете, ну, камертониан этой системы. И вы можете, значит, рассматривать, вы для любого распределения вот по направлениям этих элементарных объектов, ну, вы можете через это и записать энергию всей системы. Значит, в зависимости от энергии определяется вероятность вот этого состояния, ну, с каким-то тем или иным, значит, распределением направлений для этих узлов. Ну, а если у вас есть возможность, значит, записать энергию как функцию вот этого, значит, распределить, ну, этого суммарно, вы можете подсчитать, значит, у вас есть много разных состояний, которые отвечают какому-то итоговому значению суммарного, ну, проще для того, чтобы я так не мучился, значит, для этого спина, да, вот какая-то единица, там, она вверх или вниз, ну, и вверх. Можно говорить про суммарный какой-то спин, сколько там у нас в сумме получается, чем больше единицы, минус единиц, в общем, для каждого этого работы в состоянии мы можем написать выражение для энергии, эта энергия определяет вероятность, и мы можем устроить них, мы можем думать о том, значит, что же в среднем будет получаться. Это среднее для, ну, вот этой суммы всех этих проекций спина на какое-то направление, оно будет, естественно, на магничестве, вот, ну, в рамках этой модели. Ну, и вот Анзагер во время войны в 44-м году опубликовал результат, это знаменитая, вот, одна восьмая для БДР, одна восьмая, он никогда его не объяснял, как он его получал, потом многие воспроизводили этот результат какими-то другими методами. Ну, вот, значит, результаты Анзагера для двумерного единицы, они вот такие, значит, размерность равна двойке, и у него получалось, значит, для Альфа и Альфа-штрих получился норм, вот, для БДР это знаменитая одна восьмая, ну, то есть корень восьмой степени, при Т меньше ТС существует критическая температура. При Т меньше ТС поведение на магничности в окрестностях ТС передается не корнем квадратным, как у нас было, значит, из ТС минус Т, а корнем восьмой степени, корень восьмой степени, поэтому БДР одна восьмая. Значит, гамма-штрих у него получились одинаковыми, ну, я не распечу, потому что для ГАЗа, как и получается по-другому, ну, и ТЭТА. Значит, семь четвертых, семь четвертых, и Дельта-пятнадцать, Дельта-пятнадцать. Вот. Ну, для трех измерений, то есть для модели Гайзенберга, когда, ну, как бы те же самые спины, только они, значит, имеют возможность произвольным образом ориентироваться в пространстве. Значит, тогда результаты получаются вот такие. Значит, это результаты численного счета на самом деле. Не точное решение, численный счет. Значит, 0,12 для ГАЗа-пятнадцать, 0,31 для БЭТа 1,25, для ГАЗа-пятнадцать, для ГАЗа-пятнадцать и 5 для Дельта. Ну, ладно, я не буду еще там углубляться, так сказать, еще какие-то строчные выписывать, наверное, не буду. Нет этого, наверное, осуществленного смысла. Ну, то есть, я хотел сказать, что, конечно, у теоретиков есть свои способы вычислять эти самые критические показатели. И, ну, вот какие-то вот варианты, значит, я все-таки, ну, думаю, что, наверное, вам непопытно понимать, признать, что там, значит, получается, ну, вот какие-то конкретные значения. Конечно же, почему? Получается, вот опыт того, а теория там, вот она, расхождение значительное. Значит, что не учитывать теория Ландао, теория Вейса, прежде всего, как может быть, что является в последующем развитии, термодинамическим я имею в виду, потому что, понимаете, эти результаты, это термодинамики, ну, имеют какое-то отношение, но это модельный расчет, это не развитие того, что мы только говорили про скейлинг, это как бы само по себе, то есть это микроскопический расчет. Значит, как можно продвинуть вот то, что, значит, было в скейлинге, начнено, ну, и, разумеется, в теориях Вейса и Ландао, что они не учитывают, что они теряют, они не учитывают, разумеется, фунтурации. Там у нас есть вот этот моль, моль вещества, да, и М, это, намагниченность, ну, она характеризует вот все это вещество в целом, все это количество. А, значит, на самом деле, конечно, имеют место фунтурации, причем они тем существеннее, чем ближе мы подходим к точке перехода. И, значит, дальнейшее развитие было связано с тем, что фунтурации, они могут быть точнее и вот так вот, термодинамически. Значит, нам надо просто в нашем уравнении для выражения, для химического потенциала, рассматривать химический потенциал не для моля, а локальт. Вот считать, что, значит, намагниченность зависит от места. Рассматривать ее как функцию координатов. И тогда химический потенциал моля надо будет рассматривать как интеграл по координатам, по пространству, ну, по объему, который этим молем занимается. Причем, значит, для того, чтобы как-то охарактеризовать какой-то вклад, чтобы у нас был внесен выражение для химического потенциала моля вот с этим изменением намагниченности, ну, от одного места к другому, чтобы это передать, чтобы в выражении для химического потенциала моля появилась какая-то характеристика, которая вот эту неназнародность намагниченность перечитывает. Естественно, значит, к тому, что у нас было написано, там, вот, альфа, м, да, бета, м в кубе, естественно, добавить какое-то слагаемое, которое будет зависеть от градиента. От градиента намагниченности. Ну, я имею в виду здесь, что намагниченность мы считаем направленное в одну сторону, это как скаляр, значит, оно просто как скалярное поле, значит, это, разумеется, ну, просто вот скалярный, вот, от него градиент. Так, значит, конечно же, в уравнении, на самом деле, для выражения скалярной величины для химического потенциала вектор быть не может, но самый простой подход взять, значит, по модулю, ну, с каким-то там, опять же, размерным коэффициентом, ну, я не знаю, там, c. Вот, написать надо, я хотел это все рассказать, но подробности сейчас уже, конечно, я не буду. Вдаваться несколько вот общих слов, значит, вот, кроме того, что у нас выражение для химического потенциала было, добавляется еще вот такого рода слагаемое. Химический потенциал понимается как интеграл по объему. Вот, тех слагаемых, которые зависят от магниченности, еще вот это вот учитывается. И дальше уравнение для магниченности, которое у нас получалось, значит, мы говорили, вот мы написали вовремя химический потенциал, да, давайте найдем минимум, ну, дифференцируем по m, и, значит, получаем, соответственно, там, ну, вот это вот наше альфа-м плюс бета-м в кубе, а здесь у нас получился функционал, интеграл, интеграл от вот этой магниченности, которая зависит от координат. Мы интегрируем, значит, ну, выражение, которое через магничность зависит от координат, интегрируем по объему молитву. Значит, это функционал фактически у нас, и мы варьируем уже функционал, то есть у нас уравнение получается более общего вида, которое входит, помимо того, что было, все то, что было, остается, альфа-м плюс бета-м в кубе, но добавляется со своим, вот этим, условным рефлексентом С, значит, слагаемый, который представляет собой оператор 2-го класса, примененный к магниченности. Ну, и справа нет. То есть уравнение приобретает, у нас алгема чистая получат, а тут возникает дифференциальное уравнение. Возникает дифференциальное уравнение. Ну, и, разумеется, в нем скрыто больше, так сказать, возможностей. Оно, разумеется, как только мы предположим, что магниченность однородная, то, что эти происходные, которые входят оператор 2-го класса, они просто все обращаются в нулю, и мы получаем старое уравнение, которое предполагает, что мы увеличимся с дороги. А здесь более такая, так сказать, вот общая ситуация. Ну, и то, что, значит, обычно, вот как такое наиболее важное следствие из этого вытекает, значит, обычно говорят о том, что давайте мы используем, значит, это уравнение для того, чтобы найти то, что называется кориллятором магниченности. То есть она у нас теперь, значит, может меняться от нескольких местов, но можно говорить о среднем значении произведения разности между значением на магниченности здесь и здесь, из которых мы вычитаем среднее значение. Значит, вот эти разности перемножаем и усредняем по объему магнитиков. И у нас тогда получается так, что вот этот самый кориллятор, значит, он зависит, разумеется, мы вычисления производим при какой-то, вот эти усреднения мы производим при какой-то определенной температуре, потому что у нас в этих коэффициентах альфа в это С скрыта температура. И, значит, оказывается, в общем, следующее, что то, что называется радиусом корреляции, то есть величина, размерность и расстояние, которое говорит о том, как, на каком расстоянии вот какие-то эти элементарные, ну, на магничность, вот здесь влияет на на магничность где-то на каком-то расстоянии от нее. В общем, результат получается в следующем. Значит, у нас по мере приближения температуры к температуре перехода из хаотической, так сказать, из по магнитной области, и когда мы эти шертыру вынижаем, то оказывается, что вот эта область, в которой состояние на магниченности коррелировано, то есть на магниченность вот здесь подстраивается, на магниченность вот здесь. Вот этот радиус корреляции, объем области, в которой возникает порядок, он по мере приближения температуры к критической становится бесконечно большим. То есть, ну, такое вот, значит, это вот возможность флуктуирования при понижении температуры к критической, ну, как подавляется взаимодействие. Вот там эти, можно все это прослеживать, благодаря тому, что, значит, мы можем наше уравнение, где, что мы подробно рассматриваем, где уравнение, где на магниченность считается однородным, мы можем, значит, перейти к ситуации, когда на магниченность уже, ей разрешается быть разным, в разных точках пространства, но это, ее свобода ограничивается по мере приближения температуры к температуре перехода. С этим всем можно проследить, если вот уже пользоваться не алгебраическим, а дифференциальным уровнем. Ну, я мог бы рассказать и потом подробнее, но давайте сегодня уже мы, значит, об этом не будем. Но последнее, что я хотел бы, значит, все-таки несколько слов про третье начало кармодинами. Третье начало кармодинами. Значит, это некий экспериментальный факт, который связывает, кроме всего, с именем немецкого, скорее, может быть, химико-физико-химико Вальтер Энеркс, который острил по поводу того, что, значит, у третьего начала есть только один автор, это яблоконеркс. У первого начала, обычно говорят, три человека с ним связывают. Ну, со вторым началом можно связать два, а у третьего такого я один, поэтому все, больше никаких начал не будет, это такая, как известно его, шуткое высказывание. Значит, вот, прежде всего, с его именем связывают, значит, движение, которое он, ну, высказал просто в связи с тем, что его измерение разных термодинамических потенциалов при разных веществ при низкой температурах привели ему к выводу, что энтрофия самых разных физических тел по мере приближения температуры к абсолютному нулю, которого он, конечно, никогда не мог достичь, но вот поведение энтрофии таково, что она при Т-стремящемся к нулю стремится к нулю для любой физической системы. Значит, она перестает быть фактически функцией состояния, и мы можем, ну, вот так себе это представляем, значит, при изотермическом процессе каком-то, который проходит температуре равной абсолютному нулю, ну, что надо понимать, так, очень близко к абсолютному нулю, энтропия перестает меняться, какие-то другие параметры могут меняться, температура очень низкая, параметры меняются, но она остается постоянной и равной, ну, чем ближе к абсолютному нулю, тем ближе к значению энтропии. К некоторой константе, кстати, которую уже считают, что это план предложил, давайте объявим эту константу равную энтропию, и будем от нее, так сказать, отсчитывать энтропию при, ну, какой-то конечной температуре. А по поводу этого результата, позднее, когда появилась квантовая механика, стали говорить, что, ну, его можно вывести как поискландный механизм. Исходя из того, что энтропия – это логарифтм вероятности, а при нуле температуры существует, система находится в каком-то одном определенном основном состоянии. Ну, и, мол, от логарифта единицы это есть тот самый ноль. Но в силу того, что основное состояние может быть сколько угодно выражено, вообще говоря, состояние там не одно. На самом деле, все-таки я думаю, что, ну, я не вижу вот в современных книжках такой аргументации, все равно к этому положению относятся скорее как вот, ну, как факт, вот, экспериментальному, равному первому-второму началу в том смысле, что, значит, у нас нет каких-то выводов этого положения из первого и второго начала. Ну, есть какие-то соображения, в которые кто-то верит, кто-то нет, так сказать, из физики это все забирается. Но как там, ну, в рамках аналогической структуры термодинамики это независимое положение. Оно не выводится никак из первого и второго начала. Ну, и вот такая, еще, так сказать, практическая польза от этого. Вот из того, что энтропия перестает при температуре, стремящейся к нулю, зависит от параметров каких-то других, ну, от объема, от давления, скажем, отсюда следует в связи с уравнениями массово, что при температуре, стремящейся к нулю, должны стремиться к нулю вот такие производства. Вот, скажем, ДП по ДТ при постоянном В. ДВ по ДТ при постоянном В. Вот они должны стремиться к нулю, ну, если температура стремится к нулю. Ну, вот вы помните, что у нас вот это соотношение эквивалентно в аналогичной такой ситуации. ДВ по ДТ при постоянной массе стремится к нулю. Вот я уже как-то говорил, значит, третье начало говорит нам о том, что если, вот этот вот факт, да, он говорит нам о том, что если мы здесь с вами рисуем для спонтанной новоганиченности, то когда А шагняется к нулю, но все равно это постоянное значение. Когда мы рисуем М как функцию Т, ну, теоретически вычислили, значит, у нас все будет хорошо только тогда, когда аналогичность к оси подходит под прямой булок. Вот какое-то такое или вот такое поведение невозможно. Третье начало его запрещают, потому что это должно быть так, потому что это следует из того, что у нас энтропия, производная энтропия по вот этим параметрам В или В, она должна при низких температурах быть нулевой. Ну, значит, поскольку есть вот эти вот соотношения максимум, это означает, что вот эти вот производные должны стремиться к нулю. Вот практически смысл может быть какой-то третьего начала заключается в частности в том, что значит, поведение многих величин при температурах близких к нулю, эти требования, этим началом предопределено. Оно должно отвечать какому-то вот, значит, этим общим требованиям, и это всегда какой-то критерий. Если мы что-то вычисляем, а у нас не получается так, то, значит, ну, что-то надо нам в наших рассуждениях подправить. Потому что это противоречит третьему началу. Ну, последнее, последнее, может быть, все-таки, значит, его очень часто формулируют как подтверждение о недостяжимости абсолютного нуля температуры. Значит, как это связано с тем, что... Вы только что говорите. Значит, можно то, что у нас при стремлении температуры к абсолютному нулю энтропии перестает меняться, значит, можно сформулировать... Ну, имеется в виду равновесный, конечно, процесс. Можно сформулировать третье начало в таком виде. Значит, нулевая изотерма ничем не исчезает нулевое адиабат. Ну, что они в ходе адиабатического процесса энтропия остается постоянным. И можно сказать так. Значит, третье начало заключается в том, что нулевая изотерма превращается в процессы гипотических, когда энтропия не меняется. Ну и, значит, можно после этого, вот когда мы это, так сказать, для себя создаем, можно третье начало и встретила. Из-за этого можно критить к выводу, что нулевая изотерма фактически недостижима. Значит, ну тут рассуждение такое. Ну, у нас нету термостата с нулевой температурой. Даже космос это не ноль. Значит, нулевого термостата у нас нет. Значит, достичь, заставить какую-то систему потерять температуру до нуля с помощью термостата мы не можем. Какие тогда у нас остаются способы? Один фактически. Мы должны предоставить системе возможность совершать работу в ходе гипотического процесса. И тогда она будет остывать. Значит, есть теплообмен, есть работа. Другого нету, но не знаю. Поэтому остается вот такая возможность. За счет теплообмена нельзя, за счет вот этого гипотического, значит, совершения работы, система, мы надеемся, может быть, оттужена до 0. Но на самом деле, вот тот факт, что нулевая изотерма совпадает с нулевой агиопаты, не позволяет нам и на это тоже рассчитывать, потому что если мы стартуем при какой-то не волевой температуре и совершаем агиопатический процесс, то попасть на нулевую агиопаты не похожим, потому что мы уже, значит, не на стартуем мест нулевой изотермы. Вот такой вот аргумент, который лично мне не очень нравится. Значит, вот его приводят в книжках, где довольно забавно, вот, что вы можете найти в первом издании Базарова доказательства вот этого утверждения, которое, значит, связано с циклом Азарно, в котором используется идея, что вот у нас есть термостат с полевой температурой. В последующем издании Базарова в решении задач каких-то других главах, значит, в качестве примечания написано, что это доказательство не законно, ну, потому что оно в логике, оно внутри есть какой-то противоречий. Человек собирается доказывать, что нулевая изотерма не достижима, а использует идею того, что у него есть, значит, холодильник с полевой температурой. Ну, это говорит о том, что, на самом деле, здесь, а это еще от Нерсты, он не просто Базаров сам, он от Нерсты, друзья. В общем, на самом деле здесь все не так просто, как, ну, может быть, вот казалось даже с Нерсты, когда. Ну, во всяком случае, то, что мы в третий начало воспринимаем, это вот подтверждение о том, что самое главное – это вот здесь. И все следствия из него получаются. Никто в этом вроде бы не сомневается сегодня, значит, всегда вот чем ниже температура, тем ниже температура. В этом вот и отличается члено нашей веры в третий начало. Ну, я больше у вас отравлять не буду, значит, если кто-то хочет… Я бы приносил на первом занятии программу, да, с возможными вопросами, зачетом. Значит, может быть, они у вас есть, но если кто-то хочет… Я, может, я сейчас принес с собой несколько, но я могу, если кто-то хочет, ну, у меня уже прошло. Я могу вам дать программу. А, программу? Спасибо. Спасибо.